Приветствую, друзья! На связи Евгений Тридчиков и в этом видео мы разберем как настроить активацию тега в Google Tag Manager с учетом времени суток и дня недели. В комментарии к первому видео, где я приводил обзор интерфейса диспетчера тегов, Антон предлагает типовые ситуации, в которых это может пригодиться. Например, активация какого-нибудь лайв чата только в рабочее время или вообще баннеры показывать в определенный Prime. Благодарю за идею, Антон! Итак, смоделируем ситуацию. Существует некая компания N, которая оказывает услуги в Минске и имеет стандартный график работы. Рабочий день начинается в 9 утра, а заканчивается в 18 вечера. Выходные не работает. При этом у компании есть сайт с лайв чатом, в котором менеджер активно отвечает на запросы пользователей. Задача – настроить показ чата на сайте в соответствии с графиком работы компании. Решение – использовать в триггере фильтр на основе переменной, которая принимает значения текущих времени суток и дня недели. Для этого познакомимся с пользовательской переменной типа собственный код javascript. Эта переменная принимает значение, которое возвращает указанный здесь скрипт. Если скрипт ничего не вернул, то переменная принимает значение undefined, но это может привести к ошибке работы контейнера. Нам понадобятся две такие переменные. В одну мы положим текущее время суток, а в другую день недели. При этом мы будем использовать так называемое всемирное координированное время UTC. Для этого используем два метода getUtCHorse и getUtCDay. С их помощью мы получаем целочисленные значения для времени суток от 0 до 23. И дни недели от 0 до 6, где 0 – это воскресенье. Ссылки на справочную информацию я привожу под видео. Итак, создаем первую переменную и даем ей условное название UTCTime, помещаем в тело следующую функцию. Как видите, скрипт состоит всего из трех строк. Сохраняем. Создаем вторую переменную, даем условное название UTCDay и помещаем в ее тело вторую функцию. Сохраняем. Для демонстрации активируем режим отладки, перейдем на сайт, вкладка PageView, переменные. Как видите, переменная UTCTime принимает значение 14, что соответствует мировому времени, а переменная UTCDay принимает значение 6, что соответствует субботе. Сегодня действительно выходной суббота. Отлично, переменные подсасываются. Теперь давайте сообразим, на какие значения ориентироваться для работы компании N. По условию задачи график работы компании с 9 до 18 по будням. Минск находится в часовом поясе UTC плюс 0.3. Это означает, что по мировому времени компания работает по графику с 6 до 15, а дни работы от единицы до пятерки . Таким образом, именно эти значения мы и будем использовать в качестве фильтра для триггера. Переходим к тегу, в котором лежит чат. В качестве триггера выбираем просмотр страницы, условия активации «Некоторые просмотры страниц». В качестве фильтра задаем последовательно UTCTime больше или равно 6, UTCTime меньше или равно 15, UTCDay не равно 0 и UTCDay не равно 6. Здесь важно помнить, что фильтры работают с помощью логического И, то есть, триггер будет активирован при выполнении всех перечисленных условий. Сохраняем. Готово. Как вы понимаете, друзья, использовать данный прием можно не только для работы какого-то виджета на сайте. Его можно применять для активации любого тега. Если видео получилось полезным, ставьте пальцы вверх и поделитесь с друзьями. В следующем видео мы разберем возможности импорта-экспорта контейнеров GTM. Поехали! Поехали!